Так, ну что, всем привет! И мы с вами сегодня продолжаем разговор про машинное обучение, продолжаем разговор про наши любимые вероятностные модели машинного обучения. И мы на самом деле довольно надолго застряли в последние разы, но там в основном из-за моих всяких форс-мажоров надолго застряли на применениях EM-алгоритма таких базовых. Но это и неплохо, потому что это действительно центральная тема, наверное, нашего курса, одна из центральных. И хорошо, что мы хоть как-то примерно, ну как, достаточно подробно разобрались в том, что там происходит. Сегодня у меня остался один небольшой долг, и я хотел вам рассказать про рейтинг спортивного что-где-когда с прошлого раза. Надеюсь, где-то на полчасика, не больше этот долг. И мы после этого начнем разговор про скрытые марковские модели. Вот, скрытые марковские модели — это в каком-то смысле тоже применение EM-алгоритма, но немножко другое, и там есть свои идеи, и про это мы, конечно, поговорим. Ну, давайте я начну с того самого обещанного рейтинга спортивного что-где-когда. Я напомню, в прошлый раз в самом конце уже лекции, когда вынужден был убегать, поставил эту задачу, вот, и задача была такая, что есть, предположим, некое командное соревнование, некая игра, и в этом командном соревновании, что получается? В этом командном соревновании есть вопросы, есть команды игроков, которые на эти вопросы отвечают. И в принципе, в принципе, нет такой на самом деле сущности, как команда. То есть, поскольку это хобби, игроки все время переходят из команды в команду, могут сесть на один турнир за других поиграть и так далее. И это значит, что строить рейтинг, исходя из брендов команд, как клубы в каком-нибудь футболе или хоккее, это большого смысла не имеет. А для того, чтобы оценивать действительно ожидаемые результаты и двигаться в сторону каких-то более или менее вероятностных предсказаний того, что происходит, то нужно на самом деле пытаться учитывать составы конкретной команды и пытаться учитывать, что они там наиграли в конкретном составе. Соответственно, опять же, в прошлый раз я вот на этом остановился. В какой-то момент я вернулся к этой задаче и выяснил, что задача сильно изменилась, и теперь турнир выглядит не как последовательность, не как отранжированный список команд, ну там может быть типа с числом взятых вопросов, а прямо как табличка, в которой написано для каждого вопроса, какие команды на него ответили, а какие не ответили. И эти данные, они, естественно, гораздо детальнее, чем были раньше, и эти данные, они, по идее, должны позволить как-то лучше ответить на вопрос, кто лучше играет. Вот. Как использовать такие данные? Ну, смотрите, фактически у нас получается, что есть игроки, то есть вот есть игроки, там, например, давайте я назову переменные S1, S2, там, SN от слова skills, да, это те самые скрытые истинные силы игры игроков, которые мы хотим оценивать. И из этих skills, наверное, должны получаться каким-то образом вероятностью ответить на тот или иной вопрос. Но так же логично, что, наверное, бывают разные вопросы. То есть у нас есть еще там Q1, Q2, давайте, от слова question, вопросы. И понятное дело, что вопросы бывают разные, вопросы бывают разной сложности. Соответственно, ну да, давайте так, ладно. Вот Q1, Q2 и так далее. И, соответственно, у нас получается такой, как бы, вопрос, не вопрос, ну, получается такая задача, что у нас, с одной стороны, есть силы игроков, с другой стороны, есть, как бы, сложности вопросов. Мы не знаем ни того, ни другого. Но у нас есть табличка по поводу того, кто на какие вопросы ответил. Это, значит, то есть нам нужно как-то промоделировать, скорее всего, типа, вероятность того, что игрок с Итой ответил на вопрос к Южитой. И как вероятности моделировать? Ну, конечно, как бы, можно много чего интересного придумывать. Но самая простая модель, которая, наверное, тут вполне себе резонно ее использовать, это попробовать просто обучить тупо какую-нибудь линейную комбинацию этих величин. А поскольку мы эти величины сами обучаем, это не признаки, то даже не линейную комбинацию, а можно просто сумму написать. И эту сумму пропустить через знакомый нам логистический сигмоид. То есть строить такую типологистическую регрессию. Сигма от, ну, давайте, там и будет какая-нибудь одна константа глобальная, одно среднее, да, плюс, скажем, СИТ плюс КУЖИТ. Ну, вот это не то чтобы равно, но мы хотим, чтобы это было похоже. Да, вот это наше вероятностное предположение про то, как игроки отвечают на вопросы. И, в принципе, ну, в этом, наверное, в этом нет ничего преступного. То есть мы, в конце концов, эти S, это, в конце концов, не какие-то там истинные объективные показатели, которые можно померить другим способом. Это какие-то условные силы, условные там качества игры, которые... все, что мы от него требуем, это чтобы потом, когда мы подставляли его в эту формулу, мы могли бы неплохо оценить вероятность и ответить на какие-то новые вопросы. Вот. И в этот момент, в этот момент у нас, соответственно, получается примерно такая, такая пока что логика. У нас есть вот эта модель, которая на самом деле формально выглядит просто как обычная логистическая регрессия. Мы ее обучаем. Обучаем. А мы получаем на выходе оценки мю, эсыты и кужиты. И после этого мы типа ранжируем игроков по эсытам. То есть, смотрите, в чем здесь, наверное, важное замечание в том, что я не могу сложность вопроса оценить как-то отдельно, исходя, например, из того, не знаю, какой процент игравших команд на него ответил, потому что турниры разные. Вопрос на каком-нибудь школьном чемпионате и вопрос на каком-нибудь чемпионате мира явно будут разные сложности, даже если на школьном чемпионате на него мало кто ответил, а на чемпионате мира много кто. То есть, сложности этих вопросов тоже просто так не оцениваются из этой таблички, а они должны оцениваться в сочетании с силами игроков и команд, которые на них пытались ответить. И вот все это звучит неплохо, да, и подобучаем здесь пока что понимается обучение обычной логистической регрессии, но для этой логистической регрессии, вот теперь мы, собственно, подходим к самому интересному, к тому, почему я об этом вообще вам рассказываю, для этой логистической регрессии нету данных, правда же? Для этой логистической регрессии у нас нет правильных ответов про то, ответил ли это игрок на житый вопрос. Почему? Потому что на самом деле они играют в командах, и на самом деле здесь есть команда, и в ней есть какие-то там условно шесть игроков, давайте это S1, 1, там это S1, S2, 1, S2, 6. А есть команда, в которой, скажем, три игрока, так тоже бывает, ну вот больше шести можно считать, что не бывает, а меньше шести легко, и так далее, и так далее. То есть здесь на самом деле на эти вопросы отвечает сразу набор игроков, и вот таких данных нигде в обучающей выборке не написано. Что же делать? Ну вот прекрасный, значит, классический ответ на вопрос, что же делать? Применять EAM-алгоритм. То есть смотрите, что у нас получается. У нас получается, что мы можем с одной стороны ввести скрытую переменную, оранжевым, раз я оранжевым начал, ввести скрытую переменную, там Z, I, T, J, T. Это ответил ли игрок И, Т, ну, знаете, давайте не S, И, Т, в смысле, не игрок силы S, И, Т, в смысле, вот конкретно И, Т, игрок, да, давайте вот Z, I, T, J, T, это игрок И ответил на вопрос Ж. Вот, и Z, T, J, T, J, T, это скрытые переменные. Если бы мы их знали, то вот M шаг выглядел бы вот так, и это можно сразу написать. M шаг будет выглядеть так. Так, обучаем логистическую регрессию, обучаем логистическую регрессию, в которой сигма от мю плюс S, И, T плюс Q, J, T моделирует там ожидания Z, J. И я сейчас не буду третий, по-моему, или четвертый уже раз записывать тот же самый вывод, но надо понимать, конечно, что, как мы с вами вот уже пару раз обсуждали, это не само собой получается, да, а тут надо написать вот эту функцию Q, вот там θ, θ, n, m, как там у нас было, и эта функция Q, это будет ожиданием по предыдущему распределению от совместного правдоподобия Z и X. Здесь у нас X, там, не знаю, давайте, T, J, T, это ответила ли команда T на вопрос, J. Вот, X — это видимые данные, а Z — это скрытые переменные. Соответственно, ожидание, тут уже совместное распределение X-ов и Z-ов. Когда есть совместное распределение X-ов и Z-ов, уже X-ы, собственно, не нужны, если мы знаем уже про конкретных игроков. Вот, все. И после этого, наверное, уже можно просто обучать логистическую регрессию. Но, кстати, обратите внимание, что это не совсем обычная логистическая регрессия, то есть это логистическая регрессия с мягкими метками. Да, у нас целевая переменная не совсем 0,1, а у нас целевая переменная — это будут ожидания, которые числа от 0 до 1. Но это не страшно, сама логистическая регрессия может сюда обобщиться легко, никакой проблемы нету, мы просто будем искать S, Q и μ максимального правдоподобия, так же, как в логистической регрессии это делали. То есть на M шаге, если мы уже знаем вот эти ожидания, то, как мы это делали, там, для кластеризации, например, общая функция Q, которая, по сути, представляет собой ожидание совместного распределения, логарифма совместного распределения для X и Z, она разобьется на отдельные части, там, значит, Z в логарифме будет участвовать линейно, ожидание спустится до Z и житых, и у нас так и получится, вот, как мы и ожидаем. Но откуда возьмутся эти ожидания? То есть откуда возьмутся вот эти Z и житые? Ну, Z и житые должны браться на E шаги, да? И здесь надо, видимо, сделать какие-то дополнительные предположения о том, как связаны переменные Z и переменные X. То есть как связано, то ответили ли игроки на вопрос и ответила ли их команда на вопрос. Ну и я тут для этого использовал такое довольно, конечно, тоже упрощающее, ну, наверное, довольно естественное предположение, упрощающее, что, как бы, типа игроки отвечают на вопрос независимо, а команда отвечает на вопрос, если хоть кто-то догадался. Это, конечно, не так ни в одну сторону, ни в другую в игре «Что, где, когда», но, опять же, для такой вероятностной модели это, конечно, более чем достаточное будет предположение, учитывая, что мы и вообще эту модель довольно просто формулируем. То есть, что у меня здесь получается? У меня получается, что, грубо говоря, так, если там, ну, давайте, вот у меня будут игроки и один, там, и каты из команды «Т», да, вот, если, если что, если для любого, не знаю, «Л», «З» и «ЛТ», «Ж» равно нулю, то «Х», «Т», «Ж», «Т» равно нулю, а если существует такой «Л», что он догадался, правильно ответил, то вся команда это дело не затопчет, это уж правильно на вопрос ответит. Ну вот, в том-то и дело, что один человек решает больше, чем кажется. То есть, смотрите, да, вы правы, конечно, это сильно упрощающее предположение. Конечно, бывают, там, игроки, которые хорошо обсуждают вместе, вместе, там, они играют сильнее, чем по отдельности. А, конечно, бывают, наоборот, случаи, когда кто-то и ответил, а команда все равно ответила что-то другое и неправильно. Всякое бывает, вот, но какое-то упрощающее предположение тут ввести надо, и это на самом деле выглядит гораздо естественнее и правильнее, чем, скажем, суммировать их силы. Объясню почему, потому что, если, например, суммировать силы игроков в этой вероятности, то, скажем, команда из трех человек будет заведомо суперпроигрывать команде из шести человек. В реальности это совсем не так. То есть, реальность больше похожа на вот эту модель, чем, например, на сумму силы игроков. Вот. Ну, я, естественно, сумму сил тоже пробовал, и там получалось гораздо хуже. Но, что я... А это она, ну, как бы, да, что где когда сложнее устроена, но, в принципе, это довольно логичная модель. То есть, это такая модель, в которой, типа, игроки отвечают самостоятельно, а потом просто берут логическое или. Да, типа, если хоть кто-то ответил правильно, значит, их команда ответила правильно. Вот. И смотрите, эта модель, эта типичность, эта ситуация очень похожая на то, что у нас было в прошлый раз про missing data. То есть, это типичная задача, когда мы знаем, что что-то есть, а что именно есть, мы не знаем. А если ничего нет, тогда точно ни у кого ничего нет. Очень логично. Вот. И тогда на е-шаге, на е-шаге, нам нужно оценить, что нам нужно оценить? Нам нужно оценить ожидание z-житых. Да. Ну, вот смотрите, если i там в команде t находится, да, то какое получается ожидание z-житого? Ну, оно получается равно строго нулю, если x, t, j, t равно нулю. А вот если кто-то в команде ответил, то есть, а вот если команда ответила на вопрос, то нам нужно тут найти в качестве ожидания типа такую условную вероятность. Вероятность того, что именно i-то игрок ответил на вопрос при условии, что кто-то из этой команды существует, там, не знаю, i-штрих из команды t, такое, что z и штрих житая равно единице. Вот. Это если x, t житая равно единице. И эту вероятность не так уж и сложно оценить. Это обычная условная вероятность. То есть, да, и это должно происходить, это на е-шаге, да, то есть это должно происходить при условии текущей модели. там, ttm, ну, ttm, то есть это при условии текущих значений μ и sq. Вот. Ну и как это оценить? Это просто условная вероятность. Смотрите, это типа σ от μ плюс s и t плюс qg t. Это вероятность того, что он ответил, поделить на вероятность того, что кто-то ответил. А мы здесь, естественно, предположим независимость, что, конечно, не так в жизни, но, наверное, это далеко не самое сильное предположение, не самое бессмысленное в этой модели. Вот. То есть, а какая вероятность, что кто-то ответил? Ну, типа 1 минус произведение вероятностей, что не ответил ни один из игроков. Там 1 минус произведение по этой команде, там 1 минус σ от μ плюс s и штрих плюс qg t. Вот. Вот и все. Смотрите. И у нас получился итеративный алгоритм. На e шаге мы считаем вот эти ожидания. Это совсем несложно. На m шаге мы обучаем логистическую регрессию, но вот с мягкими метками, то есть с целевыми переменными, которые мы получили на e шаге. И вот так мы пересчитываем, пересчитываем. И это куда-то сходится. И на самом деле, если это все действительно сделать с настоящим рейтингом, что где, когда я это делал, типа в 15-м или 14-м году, получается прямо довольно неплохо. То есть получаются очень логичные результаты. на те, по крайней мере, на тот момент, да, вот это то, что я сейчас писал. Есть e шаг, есть m шаг. Обучаем логистическую модель здесь, обучаем. Считаем ожидания здесь. Извините. И работает все неплохо. И действительно получается, что там наверху находятся игроки, команда, которая тогда была ведущей в этом деле. Вот. И, в общем, действительно получается все довольно логично. То есть это было, как бы, у этой модели есть, конечно, какие-то, значит, чисто практические уже недостатки, но которые, боюсь, никакой модели не изжить. Типа, что, как бы, мы не можем выделить вклад конкретного игрока, естественно, хотя пытаемся. Поэтому, ну, например, если там какой-то игрок сам по себе слабый, но играет в сильной команде и старательно не играет в слабых командах, тогда, конечно, у него будет очень высокий рейтинг. А если, наоборот, там сильный игрок, но постоянно тащит какие-то слабые команды, то, возможно, рейтинг его будет недооценен. Но это, наверное, неизбежное свойство любого такого рейтинга, а в целом имеет, значит, все это имеет полный смысл. Вот. Вот такой пример. Он довольно простой и вместе с тем довольно практический. То есть это, в принципе, я даже могу себе представить какое-то коммерческое применение такого рода вещей. Ну, рейтинг, что где, когда коммерческого смысла не имеет, но представьте себе, что, например, у вас есть какая-нибудь там система для тестирования, например. Вот. У вас есть система для тестирования, и вам нужно оценивать людей или команды людей по каким-то результатам. вот, и, собственно, наверное... Да, и второе главное, что решала эта модель, что до... что не так было очевидно в каких-то базовых конструкциях этих рейтингов, значит, еще, как видите, здесь обучаются сложности вопросов, да, точнее, легкости вопросов. Я их там тоже прибавляю к вероятности, вот, сложности вопросов, и получается, что как бы мы можем сравнивать на выходе участников этой базы данных по данным на каком-то типа случайном, небольшом, разреженном подмножестве этих вопросов, то есть в этом рейтинге получается, что объединяются игроки, которые, может быть, никогда в жизни не участвовали в одном и том же турнире, то есть никогда не играли друг против друга. И это свойство любой рейтинг системы, там рейтинг L с шахматами тоже самое, смысл в том, чтобы сравнить шахматистов, которые друг с другом никогда не играли, но вот тоже, значит, довольно это здесь естественно получается. Вот, вот этот пример я хотел привести, и, наверное, на этом разговор про, там, presence-only данные, про вот такие применения EM-алгоритма прямолинейные мы, наверное, заканчиваем, и переходим к следующей теме нашего курса, наверное, это где-то на сегодня и завтра тема, а тема называется «Скрытые марковские модели». Наверное, давайте я у вас сначала спрошу, знакомы ли вы с прилагательным марковский, и какие вы знаете объекты с таким прилагателем? Марковские цепи знаем. Очень хорошо, а что это такое? Ну, когда у нас есть несколько состояний, и в каждой есть вероятность перехода. Ну, например, да, то есть, ну давайте, да, значит, что такое марковская цепь? Марковская цепь – это когда есть, там, набор случайных величей, да, и что про них самое главное? Ну, и что вообще значит слово марковский? Ну, они зависят только от предыдущей. Они зависят только от предыдущей, совершенно верно. То есть, вероятно, распределение, там, x, t, t плюс первого при условии всей предыдущей истории, да, оно… Но вся эта предыдущая история не важна, если мы знаем последнее, последнее значение этого состояния. То есть, можно определить это просто как p от x, t плюс в один при условии x, t. И, да, действительно, вы правильно говорили тоже в начале, если эти x-ы – это какие-то дискретные величины, то есть, x, t – это, типа, ну, имеют какие-то значения, там, не знаю, от 1 до n, то вот это распределение превращается в матрицу вероятности переходов. То есть, это получается, что я могу определить тогда матрицу, скажем, а, ну, не скажем, а, она у нас так так и будет всю дорогу, в которой, там, а и житая – это вероятность того, что… И вот тут я должен посмотреть у меня в какую сторону, чтобы не перепутать. А вероятность… Да, давайте, а и житая будет вероятность из и того в житая перейти. Значит, то есть, вероятность того, что x, t плюс 1 равно g при условии, что x, t равно i. Вот так. То есть, это вероятность перехода из состояния i в состояние g. И, собственно, свойство марковости, вот это, оно заключается в том, что история не важна, точнее сказать, история целиком заключена в последнем состоянии процесса. Это очень важный класс моделей вероятностных, и там, марковские… марковские бывает все что угодно, бывают марковские цепи, бывают скрытые марковские модели, которые мы сейчас обсудим, бывают, например, марковские процессы принятия решений, на которых основано все обучение с подкреплением, о которых мы еще… о котором мы еще будем говорить, и так далее, и так далее. Слово марковские, оно важное, и оно всегда значит именно вот это, именно то свойство, что динамика процесса зависит только от последнего состояния и не зависит от предыдущей истории. Вот, такие дела. Хорошо, значит, давайте тогда я попробую… А, ну и, собственно, про марковские цепи, ну давайте я вас спрошу. Вот представим, что у меня есть… во-первых, чем задается марковская цепь? Давайте мы будем говорить про дискретную марковскую цепь, то есть вот ext это действительно дискретные переменные со значениями от одного до n. Какие тогда нужно числа задать, чтобы определить такую марковскую цепь? Начальное состояние матрицы перехода. Да, совершенно верно. Все это задается, во-первых, вот этой матрицей переходов с одного состояния в другое, во-вторых, начальное распределение, пи, давайте его назовем пи, это вероятность того, что x1 равна. Вот. Ну тогда, наверное, тут логичнее следующий вопрос. Мы же все-таки машинным обучением занимаемся. Представим, что у нас есть много-много, вот у нас есть датасет, который состоит из таких последовательностей x1, там, xt большое, x, ну как, знаете, x там, n1 до xn, t большого по n. Как по этому датасету обучить параметры модели IP? Наверное, неправильно их называть x-ами, x-ы пусть будет случайная переменная, здесь какую-нибудь буковку надо придумать. Ну там, не знаю. Ну, d, d плохо, у меня потом d будет немножко другое. Хотя ладно, нормально, пускай. dn1, dn, t. То есть, типа, x, t в n-ом запуске марковской цепи оказался равен, там, d, n, t. Как обучить матрицу A и вектор P? А в каком смысле обучить, что мы хотим? Мы хотим найти матрицу IP, ну, какие-то оценки матрицы IP, имея данные, как всегда, о машинном обучении. А начально мы не знаем, да? В начале не знаем. Наверное, правдоподобие выписать. Так, какое будет правдоподобие? Давайте напишем. Ну, вот для каждого элемента это вот… Ну, вот P, там, d, n1, d, n, t. При условии IP, чему равно? Вот, P, dn1. Так. И умножаем, вот, соответственно, переходы A, dn, i, t, dn, i плюс 1. Да, совершенно верно. dn, что там, 1, dn2 и так далее. A, dn, там, t минус 1, dn, t. Отлично. И, ну, формально мы должны, типа, вот это перемножить по всем n, да, и максимизировать. А что получится-то? Может быть, вы все-таки уже видите, что получится. Как? Чему равно, там, P со звездочкой и A со звездочкой? Ну, точнее, P, P, T со звездочкой и A, G, T со звездочкой. Они по отдельности будут. Да, они будут по отдельности. И какой будет ответ? Ну, вот для P это просто частота, наверное, будет, с которой встречаются первые звезды. Да, совершенно верно. Смотрите, P, T со звездочкой, что такое? Это оценка вероятности того, что в первый момент времени мы получаем i. То есть это, типа, ну, там, сколько раз по n, что там было, dn1 было равно i поделить на общее число запусков. Так, а, i, g, t. А, ну, это, наверное, для каждого фиксированного вот начального состояния. Ну, начально вот первого индекса нужно вот такие частоты посчитать по второму индексу. Ну, типа того, да. То есть, смотрите, i, g, t, что такое? Это вероятность того, что из i-того состояния мы перейдем именно в g, t. Ну, то есть это как бы вероятность того, ну, давайте, что такое условная вероятность? Вероятность того, что x, t плюс 1 равно g, а x, t равно i поделить на вероятность того, что x, t равно i. Правильно? Вот. И вот теперь вот это и вот это – это просто какие-то события, которые происходят в наших данных. То есть, что такое i, g, t со звездочкой, гипотеза максимального правдоподобия, как оценить это через частоту? Надо посчитать, сколько раз, ну, там, так получилось, что d, n, bоже мой, t плюс 1 равно g, а d, n, t, t равно i, правильно? И поделить на то, сколько раз мы вообще бывали в этом i-том состоянии. Это можно сказать вопрос? Давайте. Что-то я ничего не понял. У нас данные, они вообще в какой размерности? Они, это вот дискретные, вот эти, значит, величины от 1 до n, то есть значение состояний, и, соответственно, одна единица данных – это последовательность. Ну, я написал их одинаковые длины t большой, это, конечно, не обязательно, могут быть и разные длины, вот, и их n большой от таких последовательностей. А, то есть они все дискретные? Да, 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 у нас, давайте, для простоты они у нас будут дискретные, потом я вам скажу, что делать с непрерывными величинами, но пока они дискретные. Вот, то есть, по сути, как бы нам нужно просто посчитать, сколько раз бывает вот это, посчитать, сколько раз бывают переходы из i в житое, поделить на то, сколько раз вообще бывают переходы из i куда-нибудь, и, собственно, давайте, ладно, упражнение, докажите это действительно формально, но на самом деле это просто типа обучение параметров кубиков, да, то есть вот у нас кубик на n граней, здесь мы его n большой раз кидаем, а здесь мы его вот столько раз кидаем, и что-то там на нем выпадает. Вот. Вот такие дела. То есть, в принципе, на этом разговор про обучение параметров марковской цепи можно, наверное, завершить, ну, по крайней мере, для дискретных марковских цепей, потому что все, мы поняли, как обучать IP, ну, ладно, мы с вами, боесионисты, можем добавить какое-нибудь априорное распределение, например, там, бета-распределение на пи, чему это будет соответствовать, будет соответствовать, сюда что-то добавится и сюда что-то добавится, какое-то байсовское сглаживание. Можно, без проблем, вот это все мы уже как бы много раз проходили. Но хочется, на самом деле, рассматривать не только и не столько марковские цепи. Давайте я попробую это мотивировать. Смотрите. Ну, скрытые марковские модели, они как бы традиционно мотивируются распознаванием речи. И это такая самая классическая, самая классическая область применения скрытых марковских моделей. И эти скрытые марковские модели, они там изначально в основном и разрабатывались для распознавания речи. Ну, не только для него, конечно, но, типа, это было большим таким бустом в изучении, в разработке теории этих скрытых марковских моделей. Вот. Но я сейчас немножко упрощу. Я вам завтра, наверное, расскажу чуть более, как бы, правильно, что в распознавании речи происходит со скрытыми марковскими, где там скрытые состояния и так далее. Но если немножко упрощать, то смотрите, что такое распознавание речи. Вот почему именно речи? Потому что речь — это последовательность, да, а марковские цепи, они вообще приспособлены для того, чтобы моделировать последовательности. Конечно, речь странно считать марковским процессом, то есть странно считать, что то, что я сейчас говорю, зависит только от предыдущей фонемы и больше ни от чего. Но если, как бы, пока на это забить, то давайте считать, что вот этот текст, который я пытаюсь вам донести, обладает этим самым марковским свойством. То есть вот я сейчас упрощенно представляю это происходящее. То есть я пытаюсь вам сказать какое-то слово. Это значит, что я на самом деле говорю какие-то фонемки. Фонемы — это единица речи. То есть, например, вот я говорю слово фонемы, в нём там есть ф, а, такое коротенькое, мягкое, н, фонема. Нет, фонема нет, не мягкое, обычное, н, потом е уже такое настоящее, длинное, с ударением, потом м, и потом тоже какое-то что-то такое на конце. Вот, фонема. И вот это такая последовательность фонем, да, это, ну давайте считать, что это и есть те состояния, через которые проходит марковская цепь моей речи. Но, но, вот к чему я это говорю, на самом деле вы не видите этих состояний, правда же? На самом деле я это подумал, что мне нужно это сказать. Потом это прошло через мою довольно плохую дикцию. Потом моя довольно плохая дикция прошла через мой довольно хороший микрофон. А она прошла через там какие-то кодеки, потом дошла до вас, ну, предположим, без потерь по сети, хотя тоже, наверное, с потерями. Потом на вашей стороне какие-то было декодирование обратно, потом это превратилось в звуковые волны. И эти звуковые волны пришли к вам в ухо, которое тоже, к сожалению, несовершенный инструмент. И, то есть, на самом деле, когда вы пытаетесь меня слушать, я знаю, что это довольно мучительно, но когда вы пытаетесь меня слушать, вы получаете не прямой снапшот моего мозга с теми фонемами, которые я хотел сказать. Тогда бы там и не фонемы были, я бы как-нибудь более эффективно с вами общался, наверное, если бы мы это напрямую делали из мозга в мозг. А вы получаете какие-то вот там пакеты звуковых волн, условно говоря. И тут типа что-то длинное, да, потому что ударная гласная, она длинная, согласные они короткие, безударные гласные тоже довольно короткие. Вот, что-то такое. И задача, которую вы очень хорошо решаете своим человеческим мозгом, состоит в том, чтобы, получив вот эти звуковые волны, превратить их обратно в... превратить их обратно в вот эту последовательность фонем, потом эта последовательность фонем превратится в последовательность слов. Это тоже, может быть, нетривиальный процесс, но сейчас вот я про это говорю. То есть, как бы, смотрите, на самом деле в реальной жизни сплошь и рядом возникают ситуации, когда, ну, как бы есть какой-то марковский процесс. И как бы можно, наверное, предполагать, что этот марковский процесс там где-то, значит, у меня в голове происходит. Но реально мы наблюдаем, точнее вы в данном случае наблюдаете, не скрытые состояния марковского процесса, а вы наблюдаете какие-то функции от них. То есть, вот эта стрелочка — это не объекция, не one-to-one correspondence, а это какое-то распределение вероятности. Вот этот звук «ф», он бесконечно разнообразен у разных дикторов, в разных ситуациях, в него добавляется шум и так далее, и так далее. Но у него есть что-то общее, да, то есть это какое-то распределение, которое, конечно, отличается от распределения там звука «н», конечно. Но, тем не менее, это не одно и то же, да, это как бы метка, соответствующая этому распределению. А наблюдаете вы звук. Вот. И что это значит? Это значит, что в реальной жизни часто встречаются не марковские цепи, как вот мы их здесь изучили, а так называемые скрытые марковские модели, Hidden Markov Models, которые содержатся на марковскую цепь. То есть, тут есть какие-то переменные x1, x2, xt, xt плюс 1, xt большое, они есть. Но, кроме этого, здесь еще участвуют наблюдаемые, давайте их назовем Y, вот, наблюдаемые Y, которые генерируются из этих x в каждый момент времени. И задачи, связанные со скрытыми марковскими моделями, они как раз обычно состоят в том, что есть, что у нас есть доступ к Y, но нет доступа к x, и эти x нужно откуда-то типа взять. То есть, было бы легко обучиться распознавать речь, собственно, довольно как бы... Окей, это было бы все равно нелегко, это была бы совсем другая задача, если бы мы передавали фонемы друг другу в мозг напрямую без потери, без ошибок. Но в реальной жизни мы передаем это через несовершенные каналы связи, и эти каналы связи приводят к тому, что у нас есть наблюдаемые, и мы наблюдаем последовательность наблюдаемых, то есть, теперь вот эта последовательность данных, это на самом деле значение Y, а значение x от нас скрыто, и мы должны как бы понять, откуда они там такие берутся. Вот. Вот это как бы интуитивная постановка задачи, теперь давайте мы это формализуем, что мы будем делать со скрытыми марковскими моделями. Ну, по-прежнему, как и раньше, у нас есть распределение π, и вообще есть распределение А, безусловно, оно тут везде, да, точнее распределение, выраженное матрицей А. То есть, как и прежде, у нас есть там π и t, это вероятность того, что x1 равно i, а i и gt, это вероятность того, что xt плюс 1 равен g, при условии, что xt равен i. Но теперь у нас есть еще наблюдаемые, и вероятности породить разные наблюдаемые. И опять же, для простоты я буду считать, что наблюдаемые дискретные, то есть, каждый yt – это число от 1 до m. Вот. То есть, у нас получается n состояний скрытых и m возможных значений наблюдаемых. Вот. И тогда вот эта стрелочка тоже превращается в матрицу b. Давайте я ее буду, наверное, немножко по-другому писать, чтобы подчеркнуть, ну, чтобы не запутаться в индексах, на самом деле, чтобы подчеркнуть, что тут разные природы эти g и k. А вот это будет вероятность того, что yt равно k, вероятность получить наблюдаемую k, при условии, что xt равно g. Можете сказать, пожалуйста, как связаны x и y, если в таком плане… Ну, в общем, что такое x и y? Ну, в распространении f мы имеем в виду на примере или абстрактно? А, ну, то есть, f, ну, x – это, грубо говоря, звуки, а y – это что мы получаем? Ну, наоборот, x – это типа фонемы, то есть, это какие-то абстрактные объекты в данном случае, а то, что я хочу сказать, а y – это то, что я сказал реально, и то, что вы услышали, то есть, это звуки, например. Хорошо, спасибо. Да, значит, b, g, t, k. Так, что такое происходит? Извините. Да, вот, то есть, у нас теперь кроме матрицы А, кроме вектора P и матрицы А, есть еще и b, давайте я так условно буду называть это лямбда, чтобы не писать каждый раз три буквы, но в целом параметры модели – это тройка из одного вектора и двух матриц. Да, одна матрица n на n, другая матрица n на m. Вот, и, кстати, я вот почти уверен, что я сейчас не сказал на самом деле к вопросу распознавания речи, почти уверен, что n на m я сейчас не сказал, я сказал два раза n на n, но я почти уверен, что вы достроили все правильно, потому что вы знали, что там будет. Вот, и это на самом деле гораздо более распространенная ситуация в человеческом распознавании речи, чем кажется. Про это мы, видимо, завтра поговорим тоже. Вот, ну так вот, и теперь, значит, наши данные, получается, это наборы вот таких вот значений y теперь, да? Ну, окей, если формально, то d... Ай, блин, я n занял. Не, n мне нужно будет в этом. Ладно, давайте d... Ох, господи-то, боже мой. Не знаю, данные, данные... Да ладно, не суть, важно. Данные — это набор из векторов, d, которые... Каждая из которых является последовательностью наблюдаемых, а не скрытых состояний. А про скрытое состояние мы, типа, совсем, может быть, ничего и не знаем. Вот. Итого, что у нас получается? У нас получается, что когда... И вот сейчас вы уже видите некий такой сетап, из которого появится EM-алгоритм, потому что вы видите, что вот у нас такая конструкция. Эти стрелочки, кстати, имеют вполне формальный смысл, который я вам объясню, ну, не знаю, в этом ли календарном году, но точно в нашем курсе. Вот. А? Давайте. Если бы были просто тексты написаны, тогда это была бы обычная марковская модель. А тут... А у вас в распознавании речи скрытая марковская? Да, совершенно верно. Совершенно верно. Вот. А... Ну, если бы были написаны просто тексты, это была бы тоже сложная задача, и она тоже в распознавании речи встает. Как обучить модель, которая генерирует там следующую букву или следующее слово текста по предыдущим. И, конечно, она там не совсем марковская, и там что-то надо делать, чтобы она стала марковской. Но просто я сейчас вот эти все сложности проглатываю, потому что я хочу сконцентрироваться на разнице между скрытыми состояниями и наблюдаемыми. Да, так вот, данные теперь это про Y, а переменные теперь это векторы две матрицы. И мы видим, что полное правдоподобие вот этой всей модели, если мы знаем последовательность, давайте я это сейчас уже введу буквки Q. И D при условии лямбда, значит, Q — это последовательность значения X. Ну, как мне их назвать? Надо как-то еще X назвать. Боже мой. Ладно, давайте не буду их никак называть. А, нет, нельзя их никак не называть. Ну, Q давайте я назову. Q1, Qt — это значение X, а D1, Dt — это значение Y. И при условии вот этих P, A и B, общее, так сказать, суммарное, общее правдоподобие этой последовательности, оно записывается очень просто. Вот ровно так же, как было в обычной марковской цепи, просто теперь еще Y появились, правда? То есть, смотрите, точно так же, там надо P, знаете, Q1 получается, да? Потом в первый момент времени мне нужно породить, сейчас я сам соображу, BQ1 получается от D1, да? Мне нужно в состоянии Q1 породить наблюдаемую D1. Потом мне нужно перейти из Q1 в Q2, ой, наоборот, из Q1 в Q2. Потом мне нужно породить наблюдаемую D2 и так далее, и так далее. И вот так до конца, там, в последний момент времени мне нужно перейти в состояние Qt и в Qt породить наблюдаемую Dt. То есть, в принципе, смотрите, если бы мы знали и D, и Q, то есть и последовательность наблюдаемых, и последовательность критических состояний, не было бы вообще никакой проблемы, эта модель бы вообще ничем не отличалась по сути сложности вообще от обычной марковской цепи. Точно так же она бы, видите, распадалась на произведение отдельных кубиков. Там был бы кубик, сколько-то раз мы в состоянии, там, первом состоянии мы сколько-то раз кинули кубик, получили такие-то наблюдаемые. Вот мы обучаем первую строчку матрицы B, во втором состоянии столько-то раз кинули кубик, такие-то наблюдаемые, вторую строчку и так далее, и так далее. Но в чем, собственно, проблема, которую мы будем мучительно теперь решать? Проблема в том, что вот этого Q нам никто не скажет. То есть на самом деле правдоподобие, которое у нас реально есть, это P от D при условии лемда без всякого Q. То есть это, по сути, ну да, я тебе буду дискретно все писать, у меня все дискретно, поэтому не интегралы, а суммы все тебе будут. Это сумма по всем возможным последовательностям состояний, скрытых состояний P от QD при условии лемда, то есть сумма по всем возможным вот этим Q1 и так далее, QT большое, от вот этих произведений. И, собственно, сложность задачи, которую мы будем решать, заключается как раз в том, что это вот астрономически большая сумма. Если бы это была сумма из двух слагаемых или из тысячи слагаемых, мы бы могли не париться и ее просто посчитать. Но на самом деле это сумма из n в степени t слагаемых, а n в степени t это обычно довольно большое число, и напрямую эту сумму посчитать не получится. Вот. Соответственно, надо что-то делать, то есть надо как-то решать задачи, и здесь на самом деле задач сразу несколько, они там, давайте я их сформулирую, они будут идти по мере, так сказать, усложнения. А первая задача такая вспомогательная немножко. Собственно, давайте посчитаем P от D при условии лемда, потому что это тоже не очевидно. Вот предположим, что я знаю модель, то есть пока про обучение речи не идет. Предположим, что я знаю P, A и B, и я задаюсь таким вопросом, а с какой вероятностью я увижу последовательность D1, DT? Ну, формально вот я написал, но видите, тут астрономически большая сумма. Как это алгоритмически посчитать? Это первая задача. Вторая задача тоже пока не про обучение, но вторая задача — это задача применения скрытой марковской модели. То есть, смотрите, вот когда вы меня слушаете, условно говоря, и распознаете речь, которую я вам говорю, на самом деле вы не обучаете уже вероятности этих стрелочек. Ну, может, там, не знаю, первые две минуты вы адаптировались к моему голосу, не более того. А в целом вы уже знаете русский язык, если нет, то вам очень трудно меня слушать, и вы уже знаете, как на русском языке говорят. И ваша задача, зная всю эту модель P, A и B, восстановить, тем не менее, по последовательности наблюдаемых, последовательность скрытых состояний. Правильно? То есть, это задача применения, задача inference. Когда модель уже обучена, но ее надо теперь решить с ее помощью задачу, которая перед нами стоит. И в скрытых марковских моделях стоит задача такая — найти оптимальное Q. Что такое оптимальное Q? Ну, тут можно, на самом деле, двумя способами это формализовать. Они в разных контекстах имеют смысл. Можно, так сказать, побитого формализовать. То есть, какое вот Qt со звездочкой, какое самое вероятное скрытое состояние в момент времени t. А можно сформулировать глобально. То есть, просто какое там Q со звездочкой, какая самая вероятная последовательность состояния. И это оказываются немножко разные задачи, потому что… Ух, ну почему, понятно почему. Оказываются немножко разные задачи. Понятно, что если мы соединим в последовательность решение вот этой задачи для каждого, то это не обязательно получится оптимальное Q со звездочки, правда. Вот. Это одно дело, самое вероятное, целая последовательность. Другое дело, самое вероятное, одно состояние. Вот. Ну и, собственно, третья задача, самая сложная, до нее мы, видимо, сегодня не дойдем, сегодня будем решать первые две. Третья задача, самая сложная, это, собственно, задача обучения. А что такое задача обучения? Это значит, у меня есть теперь данные, и как бы мне хочется найти, например, гипотезу максимального правдоподобия. То есть, мы хотим найти те P, A и B, которые максимизируют правдоподобие данных. Ну и вот при такой последовательности видно, что это действительно на первый взгляд выглядит очень сложно, потому что, видите, мы даже посчитать пока не понимаем, как, а тут мы хотим оптимизировать функцию, которую мы пока не понимаем даже, как посчитать. Но, в общем и целом, мы справимся. Вот. Давайте справляться. Значит, я сейчас нарисую, наверное, самую главную картинку. Дай боже, я ее смогу нормально нарисовать. Значит, в этой самой главной картинке будут... Она будет выглядеть так. Вот у меня как бы по горизонтали будет идти время. По вертикали будут идти как бы состояния 1, 2, 3, там, ну давайте 1, 2, там, многоточие и, многоточие n, там, и, не знаю, и плюс 1n. Вот. То есть эти состояния — это возможные значения иксов, скрытые состояния. И, собственно, вот эта самая главная картинка выглядит как такая вот решеточка. Решеточка из состояний скрытых. И что мы делаем, когда используем марковскую... Когда запускаем марковскую цепь, по сути, по сути, мы запускаем какой-то... Мы проходим какой-то путь по этому графу. Правда? То есть мы идём слева направо по этому графу состояний в каждый момент времени, выбирая, в каком состоянии мы находимся в это время t. Вот. И теперь вот это формально может быть не так уж легко заметить, но сейчас мы заметим. И теперь, на самом деле, смотрите, что такое p от d при условии лямбда. p от d при условии лямбда — это сумма по q p от qd при условии лямбда. То есть это сумма правдоподобий общих по всем путям через эту решёточку, идущим слева направо. То есть мы можем на первом шаге выбрать состояние номер 1, 2 или n, на втором шаге выбрать состояние номер 1, 2 или n и так далее. То есть тут всевозможные пути слева направо через эту решётку образуют вот то множество, которое, по которому мы должны формально говоря просуммировать. и оказывается, что такую сумму можно вполне реализовать эффективно, вычислительно. можно вполне, значит, записать алгоритм, который будет считать, скажем, сумму по всем путям слева направо в этом графе. Ну, не любую сумму, но, по крайней мере, сумму, которая устроена вот так. То есть сумму величин, которые сами устроены как сумма каких-то величин. Ну, в данном случае, как произведение, на самом деле, одно и то же. Вот. Пока, наверное, не очень понятно. Короче говоря, я надеюсь, что вы понимаете, что это значит. Мы будем идти динамическим программированием по этому графу слева направо. И алгоритмически это будет обычное динамическое программирование. А формально нам нужно придумать как бы вспомогательные величины, которые мы будем считать в каждой вершинке этой решётки. И вот эти вспомогательные величины для первой задачи будут выглядеть так. Смотрите. Как они будут выглядеть? Альфа ТТ от И. Давайте я их назову. Это вероятность того... Ох, вероятность чего? Сейчас мне надо не перепутать, в какую сторону. Там альфа в какую бы это сейчас. Да, в эту сторону альфа. Значит, это вероятность того, что я породил все правильные наблюдаемые вплоть до момента времени Т. Вот D это D1 и так далее, DT большое. Значит, породил все правильные наблюдаемые вплоть до момента времени Т. И в момент времени Т остановился в состоянии И. При условии, известная мне модель. То есть, смотрите, если я сумею посчитать альфа ТТ от И для всех Т и всех И, то тогда то, что мне будет нужно, P от D при условии лямбда, ну, это будет... Кстати, что это будет? Как выразить то, что мне нужно через альфа ТТ от И, если я смогу их посчитать? А D это одна последовательность? Одна, одна, одна. Много это будет просто произведение по каждой все равно. Так что, да, давайте считать, что одна. Это вот мы конечные хотим. Вот P, D лямбда тоже вот, когда мы все прошли. Да. То есть, как записать? Это нужно просуммировать по тому вот, по тому QT, ну, по Q последнему. Да, совершенно верно. Цвета сумма по И, альфа Т большое от И. Да, это будет, типа, сумма вероятности того, что мы породили все правильные наблюдаемые и закончили в состоянии И. Ну, поскольку нам все равно, в каком состоянии мы закончили, значит, надо просуммировать по всем вариантам. Эти события не пересекаются. Вот. Вот такие дела. То есть, с одной стороны, если мы их посчитаем, то мы найдем то, что нужно. А с другой стороны, оказывается, что мы можем динамическим программированием их не так уж сложно посчитать. Давайте мы это сейчас запишем. Что такое альфа ТТ от И? Смотрите. Это вероятность породить D1, DT и остановиться в состоянии И при условии лямбда. Ну, давайте я формально добавлю предыдущее состояние. Да, я хочу свести альфа Т от И к альфа Т минус 1. То есть, давайте я формально напишу сумма по G. G, P от D1, DT, QT равно И, а QT минус 1 равно G. Правильно? При условии лямбда. Я ничего не сделал, просто добавил еще одно событие и просуммировал по нему. Вот. Ну и теперь это можно разложить. Получается сумма по G. Давайте разложим. P от D1, DT минус 1 давайте, да? А и QT минус 1 равно G при условии лямбда. Это будет наша гипотеза индукционная, предположение индукционное. Дальше. После этого что мне нужно сделать? Мне нужно перейти в состояние I равно G. И формально, давайте я формально сейчас напишу. Еще вот эти штуки тоже в условии нужно написать, да? Но они сейчас пропадут, конечно. А потом мне нужно в состоянии, уже находясь в состоянии I, породить правильное наблюдаемое. При условии QT равно I. Ну и тоже формально, значит, это все здесь остается пока что. D1, DT минус 1. Вот. Вот это равенство, оно чисто формальное. Я просто взял совместное распределение, разложил его там в P от X на P от Y при условии X на P от Z при условии X и Y. А теперь вот надо воспользоваться нашими вероятностями и предположениями. То есть одно предположение в том, что когда я знаю предыдущее состояние, уже не важно, что там происходило. А если я знаю модель и знаю предыдущее состояние, то вот это будет просто A, G, E, да? А другое предположение в том, что когда я знаю текущее состояние, опять же, не важно, что было раньше, а наблюдаемую я буду порождать как бы ИТ от DT с такой вероятностью, независимо от предшествующей истории. То есть я воспользовался структурой вероятностной модели нашими гипотезами. И смотрите, что получилось. Давайте это выпишу как отдельную формулу. Получилось αT от I равно сумма по G от 1 до N по со скрытым состояниям. А тут смотрите, что получилось. A, G, E, T умножить на B, E, T от D, T и умножить... А вот это такая же α с предыдущего шага на αT минус 1 от G. И это супер логичная формула. Эта формула просто говорит, что для того, чтобы сделать все правильно до этого шага и остановиться в состоянии I, нужно было прийти в какое-то состояние, сделав все правильно в предыдущий раз, потом перейти в I, T, и потом в I сделать все правильно. В I породить нужное наблюдаемое. Ну и чтобы эту индукцию запустить, надо еще α1 от I написать. Но α1 от I вроде тоже понятно, что такое. Это вероятность породить D1 и находиться в состоянии I. То есть это просто π, E, T умножить на B, E, T от D1. Вот такая получается рекурсия. И посмотрите, за N умножить на T шагов, N квадрат, хорошо, умножить на T шагов, мы проходим слева направо по этому графу и в каждом узле просто собираем данные из предыдущих, собираем значения из узлов предыдущего слоя и там суммируем с какими-то коэффициентами и на выходе, о чудо, получается ровно то, что нужно. То есть мы как бы считаем частичные суммы. Вот на графе значение этой величины такое. Это частичная сумма по всем путям, которые заканчиваются в этой точке. Частичная сумма того, что нам нужно посчитать. Вот. Вот такие дела. То есть вот таким, ну как бы нехитрым динамическим программированием мы решили первую задачу первую задачу в скрытых морских моделях. То есть мы научились, проходя слева направо, считать вот такие вспомогательные величины, из которых потом можно P от D при условии лямбда найти. Но прежде чем двигаться дальше, я хочу решить эту задачу еще и другим способом. Я хочу решить эту задачу, проходя не слева направо, а справа налево. Нам просто потом будет нужно и то, и другое, и логично это вести сейчас. Что значит справа налево? То есть если здесь я суммировал по путям от первого момента времени к последнему, то теперь я буду частичную сумму по путям считать от последнего момента времени к первому. И как это выразить? Вероятностно мне нужно ввести вспомогательную переменную β, βTT от i. и теперь это удобнее будет вводить не как совместная вероятность, как здесь, а βTT от i будет такая интуитивная величина, что эта вероятность дойти до конца, порождая все правильные наблюдаемые, при условии, что я вышел из этого состояния в этот момент времени. То есть это вероятность породить dT плюс 1 и так далее, dT большое, при условии, что в момент времени t я вышел из состояния i, но и при условии, что я знаю модель. Вот. И дальше примерно такая же рекурсия с этой штукой может получиться. То есть βTT от i, давайте уж выпишем, dT плюс 1, многоточие, dT большое, qt равно i, правда. Давайте, а чем мы тут выпишем? Что мы тут выпишем? А да, опять точно так же, да, сумма по g, p от d, t плюс 1, dt, и qt равно qt плюс 1, извините, равно g при условии, qt равно i, и λ. Ну и теперь это так же можно раскладывать в такое произведение таких событий. Значит, сначала мы должны перейти в состояние g, да, потом мы должны в состоянии g породить наблюдаемую t плюс 1, ну и вот тут все остальное уж не буду писать, и потом мы должны породить все остальное до конца при условии, что в t плюс 1 мы в состоянии g. и опять вот это все остальное точно так же не важно, ну кроме λ, и мы получаем такую тоже очень похожую формулу пересчета β tt от i равно, соответственно, чему? равно сумма по g, смотрите, а теперь i, gt, да, из i в gt должны перейти, на b, gt, теперь u, dt плюс 1, и на вот предположение рекурсии, индукции, β, t плюс 1, g. Ну и теперь, смотрите, теперь я t через t плюс 1 выразил, то есть я иду по графу справа налево, а справа налево, мне нужно β t большое от i инициализировать, но видите, β t большое от i инициализировать еще проще, потому что, значит, тут нет никаких данных, да, и β t большое от i мы инициализируем просто единицами. вот, и вот получается такая нехитрая рекурсия тоже. То есть, можно собирать слева направо последовательным динамическим программированием, можно собирать сумму по всем путям справа налево тоже, тоже последовательно, тоже динамическим программированием. потому что там это как бы пустое событие, но если просто написать, ну давайте там, если я могу bt минус 1 написать, и тогда это будет выглядеть как вот такая сумма, умноженная на единицу. Вот. Значит, то есть мы можем, смотрите, ну, опять же, почему я рисую такую решеточку всегда, потому что на решеточке это абсолютно интуитивно, мы просто хотим посчитать сумму по всем путям через решеточку, можно считать динамикой слева направо, можно считать динамикой справа налево, естественно, ответ будет один и тот же, а, но я тут не написал, чему равно p, d при условии или m, но это тоже, наверное, не сложно, смотрите, мы когда дойдем до шага первого, бета, что такое бета 1 от i, это вероятность породить d2 и так далее, dt большое, при условии, что в первый момент времени мы начали из этого, то есть p от d, ну, я мог бы типа до нулевого шага дойти, тогда это было бы совсем симметрично, но, наверное, давайте я не буду никого путать, напишу по-честному с первого шага, то есть, это получается сумма по всем i, по возможным первым состояниям, и мне нужно начать с i-того состояния, в i-том состоянии породить первую наблюдаемую, а потом уже дойти до конца, побыть, да, вот, вот такие дела, то есть, получается, что у нас есть, как бы, два способа, симметричных, и, по сути, эквивалентных, два способа, как посчитать вот эту p от d при условии лямбда, можно идти слева направо, можно идти справа, отлично, едем дальше через мост, значит, ну, мы видим еще одну успеем решить задачу, половинку вот эту, значит, переходим ко второй задаче о вскрытых марковских моделях, ну, давайте сначала побитого рассмотрим, не побитого, а как-то, ну, отдельно для каждого t, то есть, во второй задаче в вскрытых марковских моделях я хочу найти, ну, формально я хочу найти максимум, ну, на самом деле, конечно, я просто хочу найти все распределение, да, давайте, я хочу найти все распределение p от qt, p от, там, чего там, xt равно i при условии данных и при условии модели лямбда. Вот, это мне нужно выяснить. Ну, как это выяснить? Ну, давайте введу вспомогательную переменную гамма tt от i, которая на самом деле будет вот ровно этой величиной. p от xt равно от, извините, qt, q, 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 qt равно i, здесь тоже с qt равно i при условии всех данных и лямбда. И эту гамму tt от i теперь надо научиться считать. Ну, давайте учиться ее считать. Значит, как мы будем учиться ее считать? Мне бы, конечно, хотелось свести гамму к альфии быть. Было бы неплохо. То есть, давайте я это представлю, как p от qt равно i при условии, вот тут у меня одна часть данных до t, другая часть данных от t плюс 1 до t большого. Я, собственно, чтобы этот трюк легко проходил, я поэтому здесь начинал именно с t плюс 1, а не с dt, чтобы дальше не нужно было париться, можно было просто данные разбить пополам вот так. Вот. Ну и теперь на что это такое? Давайте я сначала просто перепишу условные через совместное распределение. p от qt равно i t1 dt dt плюс 1 dt большого и лямбда поделить на, соответственно, p от просто d при условии лямбда, да, вот p от условия. А это, смотрите, здесь в знаменателе стоит величина, которую с одной стороны мы уже посчитали на первом шаге, но с другой стороны ее тут даже необязательно считать, а это будет нормировочная константа, видите, здесь нету i, то есть я могу потом просто написать пропорционально и отнормировать просто эти n чисел, мне не обязательно считать p от d при условии лямбда. Ну, на самом деле, если я уже знаю альфа и бета, то p от d тоже легко посчитать, так что это неважно в какую тут сторону. Вот, значит, а теперь вот это надо как-то разбить на альфу и бету, но это теперь, несложно получается. то есть с одной стороны это p от d1 dt и qt равно i при условии лямбда, с другой стороны это p от dt плюс 1 dt при условии qt равно i и d1 dt и лямбда. Поделить на p от d при условии лямбда. Ну, и здесь точно такой же трюк, как всегда. А если мы уже знаем состояние в момент времени t, то какая там была история и какие наблюдаемые, уже неважно по марковскому свойству. И получается, что это просто альфа, а это просто бета. получается, что гамма t от i равно на самом деле альфа t от i умножить на бета t от i поделить на p от d при условии лямбда. Или что то же самое могу сказать пропорционально альфа t от i на бета t от i. Вот и все. То есть, в чем, как бы, смысл происходящего? Ну, если вернуться к графу, то я хочу теперь посмотреть на сумму по всем путям, которые проходят через заданную вершину в этот момент времени. Ну, для этого можно сначала собрать все пути слева, потом собрать все пути справа и, соответственно, перемножить. Ну, может, тут не сумма, тут произведение, на самом деле. Сумма логарифмов. Вот. Это все можно... Я этого сейчас не делал, но если хочется, то это можно прямо как совсем... Чтобы представить это как сумму чего-то там по ребрам, надо все-таки взять логарифм, превратить это в... То есть, превратить вот это p от... p от qd превратить в сумму логарифмов вот этих там p, a и b, вот этих всех, да, которые там в этой большой сумме, и вот их потом как-то правильно распределить, как веса на ребрах. То есть, это возможно, но это просто нам незачем не нужно. Нам проще просто сразу с точки зрения вероятности записать и сразу получить формулу пересчета. Но если хочется именно вложить в графовый алгоритм, то надо взять логарифм. Вот. А... Ну а интуитивно, смотрите, на графе я хочу посчитать сумму по всем путям, которые проходят через эту точку. Ну так я посчитаю сумму слева, сумму справа, и потом их просуммирую. Вот. Такие дела. То есть, а пока что, вы смотрите, мы решили первую задачу, причем двумя способами, и мы решили вот эту задачу при помощи нашего решения первой задачи двумя способами. Вот. Наверное, на этом я тогда сегодня остановлюсь. Завтра решим вот эту задачу, то есть, как искать максимум, самую лучшую последовательность. Здесь уже альфа и бета-сэмпи не помогут. И поговорим о том, как, собственно, обучать. И еще я вам расскажу, как это, как скрытые марковские модели к этим самым, к распознаванию речи применялись. Сейчас это, наверное, уже не суперактуально, но это по-прежнему, наверное, самое наглядное применение скрытых марковских моделей. Сама модель все равно полезна, и мы обязательно посмотрим, как это реально происходит. Там еще будут возникать другие задачи, которые тоже надо решать. Мы поймем, что такое языковая модель, и надеюсь, что это будет интересно. Языковые-то модели, они точно актуальны сейчас, как никогда. Вот такие дела. Есть ли у вас вопросы по сегодняшнему занятию? А я же все выкладываю. Вы не знаете, что я все выкладываю? Ну, я в любом случае конспект веду. Хорошо. Нет, это хорошо, это полезно. Хорошо, тогда спасибо коллеге. Завтра увидимся, если вдруг чего. Можно и завтра пообзуждать. Спасибо. Всем пока. До свидания.